Ребят, всем привет! Меня зовут Женя Матвеев. Я работаю в компании СберАвтоТех, и мы делаем беспилотный транспорт. Что же я там делаю-то? Я облегчаю жизнь картографа. Делаю и автоматизирую им работу, чтобы они работали в свой кайф. И сейчас расскажу, как мы до этого докатились, как мы сделали высокоточные карты, по которым автомобиль сам может проехать с минимальным частями водителя, и как вообще мы ведем разработку. Сегодня как раз-таки будет про среды разработки, специализирован по именно GIS-системе, и расскажу, где есть какие подводные камни, где что как можно использовать, и в небольшие практики покажу, как это все юзается. А причем вообще здесь Python. Вроде картография и Python, они не сильно вместе дружат. Не все так просто. Любую работу картографа можно автоматизировать. и сделать более продуктивной. Все основные GIS-системы современные, они уже имеют под капотом Python, интерпретатор. Даже те же самые Blender, которые работают с 3D-объектами, там можно запускать свои скрипты и делать различные веселости. Помимо этого, Python позволяет уже обрабатывать огромное количество данных с помощью дополнительных библиотек, которые можно поставить, это будет пространственный данный, как векторный, так и растренный, так и любые 3D-облака. Можно что угодно делать. Плюс обработка может идти как локально, так и в веб-версии. Соответственно, можно свои веб-сервисы поднимать и делать свой веб-редактор, допустим. И работает одинаково на всех операционных системах, будь то Windows, Mac, либо Linux. Сейчас я чуть-чуть вас введу в курс дела и навалю базы, зачем вообще этим мы занимаемся и какие могут быть проблемы, а потом покажу, как это можно будет решать. Начнем с самых азов. Что такое вообще беспилотный транспорт? Это супертехнологичное средство, которое понапихали кучу железок, датчиков, лидаров, камер, радаров, которые помогают ориентироваться автомобилю именно в пространстве. Но при этом есть еще софтверные задачки, которые помогают ему это все обработать и правильно себя позиционировать на местности. И это главная причина, почему SD-карты являются основным, одним из основных компонентов данной технологии. Потому что автомобиль должен ездить по дорогам безопасно, то есть не сталкиваться ни с кем, занимать свою полосу, знать, как проехать данный перекресток и какую-то задачу решить по развороту, например, на какой-то участке дороги. Все это помогает сделать HD-мапс, то есть высокоточные карты. Вы в жизни уже часто сталкиваетесь с навигационными картами обычными. У каждого в телефоне стоит навигатор, чтобы посмотреть, где, например, проспект Андропа, как доехать от Казанского вокзала до Курского вокзала. Заказываете пиццу в доставке, смотрите на карты, да, конечно, курьер-то приедет, есть охота. Вот он у дома, значит, уже можно встречать. Логистика без навигации вообще помрет, потому что без нее уже никуда. И тут у нас выходят на рынок три основных игрока. Это Янекс, Гугл и 2GIS. Они представляют прекрасные данные, чтобы строить различные маршруты, сделать какую-то навигацию. Там включаются по своим IP в любой веб-сервис. Круто, кайф. А почему бы не взять и в беспилотном транспорте их карты не использовать? А сейчас рассмотрим. Во-первых, здесь граф, который у нас будет рассматриваться, он адресован человеком. Соответственно, есть небольшой человекский фактор, что у нас ось дороги идет не по центру. То есть у нас есть какое-то небольшое смещение влево-вправо. А так как мы должны ехать безопасно, у нас это смещение критично, потому что высокоточная карта это точность до 5 сантиметров. А тут отлет бывает до 3 метров. Соответственно, это привет обочина, привет столб. Давайте объявимся. А это не круто, это не поможет. Плюс, в графе не хватает трибутивной информации, которая подскажет автомобилю, как проехать тот же самый перекресток, где нужно посмотреть какой светофор, где какой знак посмотреть, где какая разметка, там не будет указано, что можно, например, сделать перестроение. Это тоже минус. Ну и плюс, ко всему, все это адресовано по спутникам и снимкам для смартфонов, которые используют GPS-навигацию. А GPS-навигация это точность от двух метров и более в зависимости от погодных условий и местности, где вы сейчас находитесь. Что тоже дает слабую такую точность. А что же делать-то? А может самим нарисовать? Вот у нас есть сервисы, то же самое сканы, с которыми космоснимки, Google и Яндекс, которые представляют, пожалуйста, ДЗЗ, по которым можно что-то нарисовать. Хороший вариант. И сейчас как раз посмотрим, почему он может не подойти. Как говорил ранее, у нас в автомобиле куча датчиков, в том числе есть радар, который предоставляет нам 3D-область вокруг машины, которая привязывается с точностью в плюс-минус сантиметр в реальности. И мы можем по этой лидерному облаку построить 2D-карту с интенсивностью отраженного сигнала. Что это такое? Это значит, мы на карте подсветим те объекты, которые больше всего отражают света. Это у нас разметки, знаки, различная инфраструктура, которая здесь на разметка. Это все будет ярко белым подкрашиваться. Как раз на снимке это и видно. И давайте совместим вот тот же самый участок. Мы наложим на него наши растам интенсивности и смотрим, что у нас есть отлеты до полутора метров. От полуметра до полутора. Это значит, что у нас полмашина где-то должна вылезти либо на встречку, либо на обочину. Уже не кайф. Плюс, если брать, допустим, наши ДЗЗ, то там не будет никакой информации не о высоте, не о том, что находится на объекте. Это, соответственно, нужно будет какие-то дописать логаритмы, которые будут парсить или классифицировать данные. Что не очень круто и очень трудозатратно. А что же делать тогда? Как бы вектор не взять? Рестер тоже ДЗЗ не очень подходит. Тут два пути, на самом деле. Первый, это мы находим какого-то поставщика, который нам это делает. На ту загвоздочке, что не все локации поставщик может предоставить и может предоставить не в том виде, чтобы это было удобно обрабатывать. Потому что картограф это человек и он не понимает, что такое куча таблиц, которые нужно еще как-то визуализировать. Соответственно, нужно сделать конвертер. А это большая боль для программиста. Потому что данные могут быть неконсистентны потом. Но второй вариант это сделать все самим. И это хороший вариант. Потому что можно свои потребности удовлетворить. Первое, это мы на карте и на локации у нас машина будет находиться с точностью до 5 сантиметров. То есть мы можем спокойно сверять, что у нас находится на карте и на местности. Можем следить за состоянием раздраженной разметки в реальном времени. То есть у нас машина проехала, посмотрели, ага, у нас стерли какую-то полосу, нанесли другую разметку, мы сразу поправили в карте и у нас карта всегда будет актуальной. Мы знаем что у нас где находится в 3D-мире. Так как мы в 3D-мире живем нам интереснее, чем в 2D. Соответственно, мы знаем, где какая высота у моста, можем мимо там проехать, какой у нас туннель, сколько он длинный, как там надо притормозить может или по рельефу проехать правильно с топлива. Все это мы можем учитывать на карте и помогать другим компонентам. И соответственно, мы храним всю дорожную инфраструктуру внутри и мы помогаем машине правильно проехать тот же самый перекресток, чтобы сказать, вот ты остановись здесь, посмотри, вот там висит светофор, погляди, какие знаки есть и проехи в другую полосу на поворот. Все это машине мы подсказываем. И самое главное, что SD-Maps это является источником самых точных данных для анализа других компонентов. То же самое симуляции, для контроля автомобиля, для планирования движения всех объектов вокруг автомобиля, чтобы знать, чтобы, не знаю, автомобиль не зацепить и знать, куда человек может пойти, чтобы быть безопасным на дороге. Ну что ж, определились, критерии есть, делаем свое, с чего начинать? Ну, во-первых, должна быть идея, что мы должны что-то нарисовать, это было понятно человеку, а потом интерпретировать для автомобиля, чтобы он тоже понял, что это нужно делать. Прошерстили много форматов, которые представляют высокоточные карты, а фермируют. Либо они, форматы, они слишком сложно описаны, либо их сложно поддерживать именно по оцифровке. Соответственно, нужно писать свои конвертеры, какое-то свое ПО для этого действия, и это фу-фу-фу. Поэтому решили становиться на стандарте 0.2 и начали его дальше развивать. Время шло, и мы составили карту с минимальным набором атрибутов и объектов, которые необходимы для проезда автомобиля с минимальным включением водителя. Это у нас разметка, полосы движения, светофор, пешеходные переходы, и в принципе этого достаточно, чтобы автомобиль сам проехал, научился, как себя вести в данной ситуации, и потом уже смог выехать в город, где уже ситуация гораздо сложнее. Соответственно, мы развили формат, добавили туда перекрестки, знаки, которые регулируют, и светофоры, топ-линии, чтобы у нас было безопасное движение на дороге. Соответственно, мы сейчас формат дальше развиваем, у нас стоит автомобиль умнее и гораздо безопаснее, чем даже обычный водитель. Ну вот, окей. Со временем мы поняли, как у нас должно пойти пайплайн именно создания карт. Первым автомобиль должен проехать, снять нашу территорию. Подготовить нам лидарное облако, по которому мы строим растры интенсивности, и уже используя это, наши картографы начинают рисовывать карту 2D-мире. Параллельно с этим мы подготовим рельеф местности, которые будут повторять точно, как у нас проходит локация. И когда два эти элемента готовы, мы их соединяем, поднимая карту именно в 3D. И мы можем видеть, где у нас какие гор, где какие подъемы, где какие мосты и туннели. Когда карта готова, ее нужно провалидировать, потому что инсистентная карта, соответственно, у нас автомобиль может либо спрыгнуть с моста, либо туда поехать, либо вообще не поехать никуда. Если у нас все окей, мы в ошибке все поправили, нужно как-то это тестироваться. Сразу выезжать в город нельзя, потому что мало ли что случится, поэтому мы строим по нашей модели рельефа локацию, накладываем туда карту, строим дорогу, и у нас маленькая виртуальная машинка, как в GTA, начинает по ней кататься и проверять какие-то любые ситуации, которые могут происходить. Там выезд автомобиля, выход пешехода, чтобы мы никого не сбили, мы останавливались, и все эти ситуации мы обрабатывали корректно и безопасно. Если все окей, у нас доблестные водители выезжают уже в город, начинают прокатывать, собирают какой-то фидбэк, потому что без него никак, по-любому что-то найдется. Соответственно, мы его оправим, снова проходим симуляцию, проходим тестирование. Если все устраивает, то у нас карта считается готовой, мы можем раскатывать ее на весь флот, и каждый автомобиль, скачав эту карту, может сам поехать в точке А, точку Б, пожалуйста, без помех. Опачки, появилась магия. Что же мы используем как исходник? Как я говорил раньше, это у нас лидарная карта, растерянной интенсивности, чтобы мы могли нарисовать 2D-карту, но не всегда получается это все правильно отобразить. И в этот случай у нас приходят как раз видео с проезда, потому что иногда у нас в России бывает разметку забыли сделать, да что ж такое-то? Забыли разметку сделать, нанести, либо ее стерли, либо у нас там лед или грязь по колено, мы можем спокойно посмотреть по видео, как нам поступить в данной ситуации, где какой-то знак, где какой-то светофор, и мы можем все это адекватно перенести на 2D-карту, и соответственно у нас машина будет знать, куда их смотреть. Хорошо, знаем, почему рисовать, но в чем хранить? Тут множество форматов. Самый основной, самый распространенный это S-Reshape файл. Создан был еще в 90-х годах, сейчас уже не поддерживается, поэтому у нее гора болячек. Это, во-первых, если у нас карта больше 2 гигабайт, он тупо крышится, он все данные портит, и приходится их рисовать по новой, а это больно. Потом у него проблемы с кодировкой, это, то есть, UTF-8, 1251, не дай бог, не втул перевел, у нас данные пошли, по бороде будут, всякие закорючки. И самое-самое-самое противное, при каждом сохранении объекта, он все объекты генерализирует, то есть, как мы высокоточная карта, у нас координаты идут с точностью до 15-го знака, а он обрезает по 10-му, а потом пишет в сумбурный набор символов. Соответственно, если у нас две линии стыкаются с двух другу, они могут не замкнуться. А это больно, это не лечится, и нам приходится страдать и найти другой формат. GeoPackage. Это уже SQLite база, в которую уже прокинули понятие геометрии, топологии и кардинатной системы, чтобы у нас правильно мир отображать. Здесь уже можно хранить как вектор, так и растр до 4 терабайт, и все болельщики с шифайла оттуда ушли. Минусом является то, что работают в ней только один человек, запись просчисляется только с одного человека. Смотреть могут многие, а работают только один. Ну и царь-король и все охранители информации, это у нас релизионный баз данных. То есть, пасгресс SQLite с расширением пасгис, который также, как SQLite знает, как GeoPackage знает про секретные системы, про топологию, про вообще геометрию. Он может хранить себе все, что угодно. И тут мы можем работать уже в несколько пользователей, при этом можно сделать версионирование как в GTA, либо стандартными средствами, либо средствами стороннего ПО, и уже обрабатывать версии карт, сливая их вместе и у нас прекрасный, чудный мир. Если же совместить вот два последних пункта, это GeoPackage и PASGIS, мы получим прекрасную карту, чтобы у нас беспилотный транспорт катался четненько по всем свежим картам. В чем же это делают? Ну, во-первых, это специфированный ПО, геоинферкционная система. Здесь есть на выбор две версии. Это либо бесплатно открытое ПО, например, как у GIS, либо что-то платное, мощное, навороченное. Ну и самое известное из них, это вот Argus, который все пользуют, в принципе. Там есть обработки и Raster, и Vector, и 3D-облаков, и подключение EI. Это можно, в принципе, юзать. Но так как мы живем в 3D-мире, нам еще и нужны 3D-редакторы нормальные. Соответственно, это можно использовать в Blender, либо для лидарных облаков, используя либо Cloud.com, либо Autodesk. Но так как из-за последних событий у нас Autodesk ушел, весь функционал Cloud.com позволяет остановить и использовать в работе прям хорошо. А тут же вопрос появляется. А что ж ты вот втираешь-то тут про гидсистему, про картографию, еще что-то. Неинтересно, где Python? А вот, как бы на половине шагов, которые мы получаем данные, он там используется. Те же самая подготовка данных. У нас из лидарного облака получаем 2D, через Paint Cloud библиотеки, через Open3D мы все совмещаем, трансформируем и получаем исходные данные для отрисовки. Отрисовывать руками это фу-фу-фу, это долго, неудобно и противно. Поэтому, соответственно, автоматизация и дополнительные плагины позволяют нам это ускорить процесс раза в два минимум. Ну и основные проверки карты, геометрии, атрибутами, глазами это делать неудобно, выборками тоже долго, поэтому приходят на помощь скрипты различные плагины для этого. Ну что ж, так как я говорил ранее, что у нас есть специальные ПО GIS-системы, они в себя под капотом имеют Python. Соответственно, у каждого своего есть GIS-системы среда разработки. Для более крутых, допустим, то же самое Argus, MapInfo и так далее, у них в основном под капотом Python и C Sharp идет. Соответственно, в частности, у Argus C Sharp позволяет делать плагин, который позволяет работать именно с картой в интерфейсе. Python же используется для создания инструментария отдельного, чтобы обрабатывать данные либо слои, которые у нас подгружены. И он работает при подключении дополнительных модулей в заденечку в облаке спокойно. То есть создание веб-сервисов, создание сервисов именно обработки в облаке. И мы можем локально получать данные и отправлять их и вопросов никаких нет. С открытым ПО там чуть посложнее, потому что он работает чисто плагины и скрипты. Причем плагины можно написать как на плюсах, так и на питоне. Там облачных вычислений нет. Работа с вебом есть, но можно сделать это проще руками на других сервисах, подключая библиотеки. И можно отлаживаться так же пошагово, как и в Аргисе. Если что-то нужно подебажить, пожалуйста, в интерфейсе это все позволяет делать. И вот сейчас поподробнее расскажу именно про среды разработки. Начну с самый жирный, самый шикарный это Аргис. У него есть два варианта предоставления данных. Есть платная, сильно платная. Это коробочная. Аргис Fodestop называется. Либо просто Аргис Pro. Он под капотом имеет библиотеку Аркпай, которая позволяет обрабатывать как вектор, так растр, так и 3D-объекты, мета-данные, строить на основе какие-то расчеты разливов рек, допустим. Все это он имеет под капотом. И есть бесплатная ученическая лицензия Аргис API Argus for Python. Она работает именно в випитер хабе, в облаке именно разработчика. И там можно в принципе загрузить свои данные в облако, обработать их, получить результат того же самого облака и выгрузить себя обратно. Можно так работать. Начнем по порядку. То, что коробочная версия она позволяет работать именно как скриптова. То есть можно по команде заводить команды в интерфейсе Аргиса выполнять что-то, дебажить, либо запускать отдельно скрипты именно из консоли питаниячей Enva. Минус Enva то, что запускается скрипт слепой и получаем результат уже после выполнения и не знаем, что там будет как черный ящик. Но плюсом то, что он использует под капотом NumPy работает быстро. То есть все данные, которые мы получаем, мы можем спокойно как табличное почитать, разобрать и предоставить результат пользователей сразу в окне. Вот данный листинг, например, коротенький, он позволяет трансформировать облако точек из одной системы в другую. Быстро, лаконично и плюс дополнительные библиотеки можно ставить либо через Condor репозиторий, которым он в принципе и хранится, либо через PIP. Легко и непринужденно все это делается. Другая же версия, которая бесплатная и находится в Vpeter Hub это GIS API for Python. Он работает, как говорил раньше, только в облаке. У него функционал обрезанный, то есть основные методы обработки пространственных данных вектора и растра там есть, но работы с 3D нету, с методанными нету, с WebMont тоже нету, но если что-то коротенькое и быстро сделал бесплатно, то пожалуйста. Например, данный код показывает в Чикаго самые кромензеленные районы, где что происходило. Соответственно, можно карту призумить в самом Vpeter Hub в блокнотике, смотреть атрибутивную таблицу, что там произошло и выбирать куда в Чикаго лучше ходить вечером, а куда не надо. Правильно! Ну что ж, начнем более интересные вещи. В Argus есть свои GUI, интерпретатор, где можно по командам выполнять какие-то команды для обработки объектов, данных и так далее. Вот, например, здесь можно вывести список весь ID-шников объектов в слое, либо также их обновить. Делается всего в три штуки, в три команды. То есть мы сначала читаем лоер, то есть слой, читаем объекты, выводим атрибуты данного слоя, допустим, или также их меняем. Работает быстро, хорошо, и это подходит только тем разработчикам, которые знают Python. Так как картографы, они больше именно рисуют, у них обработки и знания языка программирования нет, им подойдет уже пациентские методы. А для этого в Argus предусмотрены инструменты, которые пишутся также на Python. Они имеют свою GUI, соответственно, интерфейсе, можно прописать все, что угодно, от полей до какие слои мы используем, какие системы координат, любые значения, чтобы можно было туда передавать. Причем все поля из UI будут между собой связаны. Соответственно, например, если мы подгружаем слой, автоматом у нас подгружаются все допустимые поля, которые в этом слое есть, атрибутивные. И можем дальше как-то эти поля обрабатывать. Например, вот здесь будет представлен, как бы у нас появляется интерфейс пользователя, где мы считываем слой, считываем систему координат, конвертируем данный слой в новую систему координат, прописываем в новое поле, значение там 1, 2, 3 будет. В чем плюс? Пользователь, картограф не запаривается с программированием, не запаривается с скриптами, а просто запускает скриптик, запускает, получает UI, он сейчас как раз будет, заполняет необходимые поля и на выходе получает уже результат в данном слое, либо в каком-то новом, который он будет прописывать у себя. Все просто. И самое интересное, циферки. Для примера, так как Argus больше подходит для работы с тяжелыми объектами с 3D, тестированы именно самые тяжелые операции. Во-первых, например, нужно создать поверхность дорожного полотна, то есть у нас есть облако точек, мы из него делаем полигончики, которые плюс-минус по дельте сходятся по высоте и формируем из этого векторный слой. Если делать это руками, инструментами, которые предусмотрены уже из коробки, то это от одного дня на небольшую территорию. Если же мы эту же самую территорию заавтоматизируем, то, пожалуйста, до полутора минут у нас готова поверхность. Профит, мое почтение. Если же нам нужно работать с большой локацией, соответственно, у нас будет разбита локация на несколько частей, несколько картографов сразу навалится, начинает все это делать, и нам нужно это вместе сливать в одно пространство. называется шивкой. Делать руками это нутерно, очень напряжно, потому что надо соединять в слои поля, проверять, чтобы все это не билось, не было ничего, дублирование. Это очень долго, никто это не любит делать. Соответственно, с питоном две минуты у нас слой примерно 10 квадратных километров сливается где-то секунд за 30, даже меньше. очень круто. Ну и сладенькое, если нам машина нам предоставляет облако точек в нечитабельном виде, то есть формат специфический и с такой системой экрана, что просто так ее не отобразить, руками это можно ковыряться от 2,5 часов до нескольких дней спокойно, потому что не всегда все читается, либо питоном две минутки хлобысь, через пандас, геопандас мы превратили облако точек в нужный вид, превратили его в тот формат, который именно Giz скушает и мы можем дальше с ним работать. Две минуты. Почему нет? Ну и в итоге Argus как из семейства программного обеспечения с сильным инструментарием круто работают с большими данными, можно работать как по командам, можно выполнять свои скрипты, можно писать свой инструментарий, можно работать с веб-приложениями и делать какие-то облачные вычисления. Все круто, но работают только под виндой, как бы да, у нее конда настраивается мое почтение, я там плакаю кровавыми слезами целый день, но благо это один раз делается, модули платные, причем стойко-чугунный мост, ну и до интерфейса из Python не добраться, что минус, это приходится писать все то же самое на Sharp, это больно переходить на Sharp, зная только Python, но как бы возможно. Ну что ж, пойдем дальше. Бесплатное ПО, которое мы уже завязали каждый, отредактируя как хочешь, это QGIS, под капотом у него лежит библиотека PyQGIS, она также работает с вектором, растром, чуть-чуть умеет в 3D, то есть облака она маломайски умеет обрабатывать, но лучше ее не трогать, лучше что-нибудь стороннее поставить. Ну и может с вебом подкрыть какие-то слои, допустим, как в Яндекс.Карте, например, как распространяются свои, и раскрасить их под желание пользователя, такое можно сделать. Но с вебом она работает так себе, то есть никаких обычных вычислений, соответственно, нужно свое писать, ну и она чисто прикладная программа. Сама же она написана тоже, используем, нампай, есть под капотом сишный код, который работает в принципе быстро. И вот у пользователя, у картографа есть иногда такая боль, что у нас есть длинная линия, там стоит куча точек, и нам надо их прорядить, допустим, шагов в 5 метров, все, что попадает в этот шаг, мы должны удалить. Руками это делается больно, долго, не до часа можно на карту угрохать. Вот этот код 29 строк, причем треть из них это комментарий, удаляет все это за 10 секунд со всего слоя. То есть мы считали слой, проверили точки, убрали лишнее, сохранили новую геометрию, пошли дальше. Все. Как и раньше говорил, обработка может идти в двух вариантах. Первый, это у нас по командным вот, но он тут прошаренный. Во-первых, можно писать как командами, так и запустить редактор кода, где можно уже открывать полноценный синтаксисом с подсказками редактор, писать свой код, либо подгружать свои уже какие-то дополнительные питомские файлы, запускать обработку и у нас, вот например, из всех линий проезда полос движения мы можем получать полигончики. Работает быстро, на всю карту тут 15 квадратных километров он обрабатывает за 10 секунд где-то. Делает полностью очень хорошо. Ну и пацанский метод. Так как я говорил раньше, у нас картограф не программист, им надо максимально облегчить задачу именно с использованием инструментария. И тут нам приходят на вход плагины. Они пишутся для того, чтобы сложную логику, которую мы заложили, разбить на модули, которые нельзя подключить именно в редакторе, и выполнить в виде отдельной кнопки, в виде отдельного инструмента. Например, для расчета азимута, то есть отклонения объекта, направления объекта от севера, можно рассчитать вот, пожалуйста, в там сколько-то сто строк кода, и пользователь счастлив. Он видит координаты в двух системах ренат пересчитанные, азимут в радианах и в градусах. Очень сильно помогает. У нас почти полкомпании этой штукой пользуется. Радости нет предела. И плагин. Это непростая штука. У него есть две версии составления. Это минимальный набор стартерпак, куда входит именно инициализатор плагинов QGIS, инициализатор UI, если он есть, инициализатор модуль, который мы можем использовать, и маленькая инструкция описания что-то такое. Но есть жирная комплектация, куда уже можно включить различные линтеры, сборщики, тестирование, различные юнит-тесты и бла-бла-бла-бла. А зачем все это? А все просто. Надо как-то это предоставлять пользователю, отправлять плагины. Есть костыльный метод. Это когда мы упаковываем все в архив, пишем Вася, типа Вась, слуш, тут надо протестировать новый плагин, проверь, пожалуйста, и кидаем архив. Он смотрит, говорит, тут кто-то мне не нравится, кидает обратно, потом это сюда, и вот так туда-сюда, мячик туда-сюда перекидывается. Неудобно, но как самый костыльный метод пойдет. Пациентский метод. Мы поднимаем свой сервис, где мы публикуем все наши архивы, все наши плагины, а куги сам определяет, что что-то новое вышло по версии, сам предлагает пользователю, слушай, тут есть новая версия, скачай, поставь, обнови и радуйся. Пользователю сам качает, все делает. Из минусов в том, что чуть-чуть настройка интересная, нестандартная, кугиса, где мы выкладываем плагин, но минус то, что мы должны сделать самую жирную версию, ее правильно заполнить и кровавые слезы потекут, когда будет какое-то описание к плагину делать, это очень больно, но работает. Ну что ж, снова интересное циферки. Здесь уже более муторная работа будет считаться, например, полосы движения, которые были оцифрованы на небольшую территорию в 10 квадратных километров, в принципе занимает где-то двух недель в среднем руками. Если же мы это автоматизируем, мы в два раза ускоряем процесс, причем с проверкой, что мы сделали, все это правильно, занимает где-то одну неделю на небольшую локацию. Если же мы захотим отредактировать перекресток сложный, например, вспомним Таганскую площадь, где, чтобы проехать из одной точки в другое, это надо быть супермозгом, то небольшой участочек если руками заполнять, это таблиц 5, 6, 7 руками, это больно, это 4 часа, это картограф потом злой, а потом его еще шоколадками задабриваешь, чтобы он еще что-то протестировал твое. Поэтому пишешь плагин, 2 минутки, все готово, пользователь доволен, карта у нас идеальна. Ну и на последнее это именно валидации. Если ручками все это прогонять, геометрию, атрибуты, еще человеческий фактор, что-то не досмотрел, что-то не туда посмотрел, геометрию пропустил, в итоге все это переделывать, причем фу. Либо питомский скрипт 20 минут уже с правками получаем валидную карту, которую можно дальше отдавать симуляцию, которая уже будет гоняться на машинке. Что можно сделать выводы какие? Во-первых, кугис классный, если что-то не хватает, есть прямые руки, которые что-нибудь да напишут интересное, есть своя закрытая система Envo, где можно поднимать любые библиотеки, они будут мешать другим интерпретаторам питона, работает на маке, на линуксе на чем угодно, причем одинаково, есть конечно небольшие минусы в доступе к Envo, это минусы, которые решаемы, уже все описано, из минусов также нет 3D поддержки объектов, нужно что-то своему писать, и это закрытая Envo, то есть любой CI-ный тест, который нужно запишить в Git, его тупо просто так не понять, то есть нужно будет как-то тест описать именно в обход использования элементов PyQGIS, потому что ее в библиотеке нет, но если у нас представим идеальный мир, когда у нас есть что-то бесплатное типа QGIS, что-то супер мощное в виде Argus, MapInfo и других гигантов, мы получаем счастливого картографа, который делает локацию на раз-два, при этом правят различные фидбэки исправляют тоже очень быстро, и у нас бесплатный автомобиль едет еще безопасней. Все, что я сейчас рассказал, я собрал небольшой листик с ссылочками, вдруг кому интересно будет почитать поподробнее, то welcome и снова циферки, снова интересности. На сегодняшний момент у нас есть уже 24 локации, это городские локации, трассы есть, оцифрован уже свыше 3000 километров, общая сумма, даже сейчас уже к 4 подближаемся, ускорились до создания новой карты 1 километр примерно за 8 часов, городской локации, трассы меньше, потому что там проще, и самая маленькая локация, у кого какие варианты есть, длиной сколько она? Да, длиной 10 метров, для тестов взяли 10 метров, близко близко было, ну что ж, чтобы было веселее нам работать, продуктивнее, welcome, у нас ищем людей, спасибо большое, если что, можете писать вопросы, я отвечу. Кстати, Жень, верни вот слайд, где у тебя, ну, со статистикой просто у меня, да, вот это, вот эта локация, вот эту, вот эту, давай назад, ну, ну блин, вот, вот это, я знаю, я знаю, да, я знаю где-то, просто да, это у вас рядом с технопарком, да, это рядом с технопарком, просто я живу неподалеку, да, и по 3D-шечке я могу работать, как это, клаудом, да, типа обработка облачная, это лидар фотографии, отлично, замечательно, так, друзья, вопросы, вопрос, прикольный доклад, спасибо, я вот слушал и думал, что, наверное, водитель, когда едет из Москвы в Питер, он больше сосредоточен на перекрестках, а между перекрестками он, наверное, расслабляется и едет по накатанной, переносится ли это как-то на беспилотные автомобили, может быть, можно усиленно размечать перекрестки, а прямые участки между ними, ну и так сойдет, там, по лидару доедет. но по лидару, оно так себе, у Теслы был уже опыт, когда они без карт начали кататься, докатались из-за того, что вернули обратно лидары и карты, в общем, так себе, потому что трассы между перекрестками, так как на трассе их вообще минимум, они могут быть кривые, могут быть под уклоном, могут быть там, не знаю, гололед, и водитель все равно должен сконцентрирован быть на дороге, и машина тоже помогает ему в этом, чтобы он не расслаблялся на крутых поворотах, потому что у нас есть еще водители, которые любят подрезать, вот сам лично тестировал сид беспилотный, я испугался, когда перед нами резко затормозил и подрезал автомобиль, было стремно. Да, привет, спасибо, у меня вопрос, вот вначале ты упоминал, Яндекс, там, Google, 2GIS, а вы не смотрели в сторону OpenStreetMap или Mapbox, например? Ну, Mapbox, хорошая штука, но он капец какой неточный на Россию, а OSM это филиал Ада, там точность, конечно, хорошая, он как бы все позволяет посмотреть, но не надо. Окей, так, друзья, у меня такая вертикальная сегодня задача вот так вот ходить. Привет, спасибо за доклад. Такой вопрос, а почему привязываю сильно к QGIS? Ведь QGIS это просто, ну, скажем так, графическая обертка над библиотеками Grass и GDAL. Для них тоже есть, они написаны C++ и, соответственно, на них есть Python-байтинги. Соответственно, что мешало их взять? Просто закинуть все на сервер, обработать все данные, потом картограф пускай открывает получившийся результат? Хороший вопрос. Как бы мы к этому идем, у нас автоматизация направления есть, то есть что-то у нас сырье приходит, мы это обрабатываем и у нас полуготовая карта уже получается. Но не все так просто, потому что у нас дороги бывают разные, ситуации бывают разные и определение, то же самое, например, полос движения может быть запутанно. Вот как я говорил, Таганская площадь, там-то здоровый человек не разберется, куда что проехать, а тут еще заставить компьютер это обучить. Ну, так себе. Ну и плюс, мы стараемся распознавать знаки, различные элементы дорожной инструктуры, чтобы помогать картографам. И все такое. Спасибо. Так, здесь, давайте я сейчас по верху пройду, а потом спущусь обратно. Привет, спасибо за доклад. Такой вопрос. Ты говорил, что вы снимаете данные с лидаров, с облаков, с видео, а вы при этом анализируете поведение пилотов, которые ведут ваши автомобили. Когда они кричат, ай-яй-яй, стена аккуратна? Нет, просто именно поведение водителя за автомобилем, когда он проезжает тот или иной участок дороги. Вы же, наверное, не одним автомобилем проезжаете участок дороги, а где-нибудь двумя хотя бы. И вот какую-то такую погрешность вы смотрите, как они реагируют, где они чаще притормаживают, где они начинают ускоряться, где они начинают трогать руль влево-вправо. Ну, прям такое нет. У нас есть как бы распознавание, что у нас произошел какой-то срыв, то есть водитель испугалась, например, или машина как-то себя не так повела. Такое есть, но для распознавания траектории движения такое как-то не сильно помогает. Там больше именно объекты, которые вокруг тебя находятся и как они двигаются, вот это дает больше профит именно для получения траектории движения. А в машине есть датчик именно наклона или подъема? А, вот. Значит, оттуда просто берете. Да. Так, здесь есть еще? Вот еще ниже. Да, ниже, ниже. Так, ниже и еще совсем ниже, да? Ну вот, потом тогда спущусь. Добрый день, спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, обновляете ли вы карты в зависимости от сезона? То есть, допустим, у нас в мире ничего не меняется, как бы карта зимой и карта летом это одна и та же карта или зимой там будут полосы поуже, там какие-то там, не знаю, разметка по-другому, потому что где-то ее не видно. Тут даже не в сезон, тут ближе раз в месяц, а то и чаще, потому что… Да, сейчас мост рядом с технопарком, там полосу перекрыли, да. Так что тут ремонты бывают часто, и мы их стараемся постоянно отслеживать. Нон-стоп. Нет, машина сама определяет, когда участки не проезжают, например, то же самое с угроб, она его объедет, она понимает, что это такое. Ну, соответственно, перестроится на другую полосу и поедет. Такое есть. Добрый день, спасибо за доклад, очень интересно. Так как я работаю на технопарке, я наблюдаю за вами и периодически смотрю, как проезжают пилоты, и вы правильно понял, задача ваша основная это построение вот этой HD-мэп, да, и сначала едет, вот я прям вижу, управляет аппаратом, он рулит там все, там по два человека насидят, а потом он просто едет и ничего не делает. Это как раз последний этап, то есть это первый этап, правильно, когда он проехал, построил радарами, а потом он контролирует, как все это построилось и по ней едет, да? Все верно, все верно. Понятно, а вот ездят только легковые, но на вашей площадке, я вижу грузовики, вот как-то... Где они есть? Они ездят по трассе... Ты мне в кулуарах говорил про это, да? Да. У нас есть грузовики, которые катаются уже до Питера, они даже возят некоторые грузы, в новостях даже про это писали. Вот они как раз-таки тестируются, вот ДМ-11, вот туда-обратно гоняют, смотрят, как они себя ведут. Так что, да, прогресс не стоит. Я говорю, обогнали Маскас, который собирался запустить свои вот эти... Ну, у него, да, электрические, самоуправляемые, и в космос летающие, да, но пока еще у него не работает, а у нас работает. Так, давай. Спасибо большое за доклад, очень реально интересно. Но вопрос такой, получается, что вот такие карты, они необходимы, чтобы все нормально ездило, и получается, чем их нужно обновлять периодически, и получается, чем больше флот таких вот, ну, беспилотных автомобилей, тем меньше будет проблем. Правильно понимаю? То есть вы как-то это прикидывали? То есть какое количество автомобилей должно постоянно обновляться? Или там условно сделать один раз карту и уже более-менее нормально ездить? Можно сделать один раз карту, запустить автомобиль, они у нас постоянно, каждый день вот так, на стопы начинают гонять. Соответственно, любое изменение у нас проходит именно фидбэк. Мы это правим, публикуем новую карту, отлаживаются они и дальше начинают уже с обновленной карты кататься. Так, друзья, есть еще вопросы? Вроде бы нет. Хорошо. Отлично. Евгений, спасибо тебе большое. Спасибо вам большое. Очень волнующая тема. Приходите еще. Спасибо. Спасибо.